друзья всем привет вы на канале поиск монет кладов но что сегодня я приехал на поиск монет здесь я уже неоднократно был здесь весной и летом и перепахивали здесь стоял рынок в 18 веке сейчас здесь он это место находится среди жилых домов здесь небольшой пустырь который мы перепахивали также да ну и сегодня решил приехать посмотреть место это изменилось за это время здесь все заросло сейчас здесь несколько шурфов заложим находки у нас здесь просто были на каждом метре посмотрим что нам удастся сегодня найти обязательно лайки комментарии друзья не забывайте подписываться чтобы не пропустить новые серии ну а мы погнали место где сегодня буду шурфить она уже все заросло смотрите вот мой старый шурф закопал его здесь все в траве а до этого здесь было перепахано все сейчас все заросло но ничего сейчас траву уберем и вот здесь начнем шурфить новое место и и и и и и и начался снимать второй слой после снятия первого особо нас он находок никаких не было был гвоздь кованый сейчас я вам покажу начал второй слой снимать откидывайте довольно таки обширная территория ко мне вот они идут возможно постройки здесь стояли так где-то у нас монета здесь была а вот она кстати вот гвоздь это у нас кованый старинный также у нас еще есть монета вот она конечно же как куда без них то как говорится ох ох а чё это у нас такое это у нас какой-то лысый масонский пятак что ли точнее не пятак а двояк да еще и расплюснутый какой-то да это масонская монета так давайте помоем аккуратненько посмотрим глубинная находка глубинная монета оказалось это две копейки масонские сузунский монетный двор к сожалению при жизни над ней поиздевались хорошенько но орел просматривается вот он видите здесь год чеканились они так с 32 или с 31 по 39 год 1800 такая вот находка ну кстати молотком на кто-то шибанул здесь на рынке может быть такое расплатились интересно ходили ли они в хождении когда уже были испорчены вот это вот вопрос интересный берем после первого снятия слоя посмотреть какая красота выпала примерно сантиметров 40 я снял и вот такая красота это сибирская монета 2 копейки а с этой стороны она выглядит вот так представьте какой на ней вековой слой остальное я не могу сейчас снять хотел при вас это все сделать но не получилось это все не откалывается надо аккуратно дома в домашних условиях аккуратно вычищать потом почищу покажу отковырнул еще монетку эту смотрите все таки получилось у меня одну сторону очистить вот такой вот у нее вензель даже на окисли сохранился с этой стороны но она почистится будет хорошая в принципе здесь вот крошиться начала но ничего это восстановим как-нибудь почистим шаберами будет отличная с этой к сожалению стороны никак нет не отколупывается примерно на глубине два штыка грунт поменялся смотрите цвет во первых поменялся он стал желтый глина здесь пошла видно что горелые доски были вот они доски уже все это сгнило вот такие у нас находочки идут это в плане керамики здесь кашеварили видимо кушать готовили может быть да или продавали ее гончар может какой-нибудь сидел стеколки вот такие похожи кстати на современную но и фиг знают открыть чего это здесь вот кирпичи пошли также такой осколок но у нас был символ друзья вот такой круглый глубина 3 штык 3 штыки у нас вот такая монетка так и чё это у нас это у нас полушка хухова полушка давно не было полушек давно не было полушек давайте помоем посмотрим полушка оказалось 1700 то ли 37 то ли 38 год к сожалению не разберу но эта полушка точно с этой стороны от орелик просматривается тоже он уставший немножко но и ничего почищу будет хорошая монета кстати она довольно таки старая и одна из самых старых монет которые вообще у нас здесь копается полушка именно а нинская ладно отличная находка вообще шикарно берем и и и и и так далее друзья был сигнал вот там снял на она уже третий слой 4 там начал и у меня отчетливый сигнал на глубине можно сказать сантиметров 40 давайте посмотрим 0 130 они 141 что-то в руках друзья руках есть смотрите монетка маленькая маленькая монетка судя по всему да а я думаю крупняк будет у нас но нифига оказалось наоборот и чё это у нас такое что это такое то у нас блин сибирская до палушка сибирская сейчас я помою почищу щеточкой посмотрим монета оказалось действительно сибирская палушка ну так как место здесь старинная торговля еще шла с екатерининских времен вот она буковка е просматривается палушка но год к сожалению не знаю друзья не скажу я вам на этот раз она еще и затертая и окисленная вроде рельеф то хороший должен быть потому что она толстенькая такая смотрите так что берем потом почистим посмотрим друзья я выкопал сигнал здесь в боку сигнал какой-то непонятный вообще но сигнал есть давайте его посмотрим проволока проволока епарно с это проволока но ничего тоже бывают огорчение вот так выглядит то место которое мы весной и летом здесь перепахивали все здесь заросло травой и кто-то видно коров привязывал вытоптана трава ну и сейчас я вот такой нашел сигнал друзья в траве здесь лежал смотрите это гусеница от трактора и на ней кстати какие-то буквы инициалы здорово килограмм на на пять металла возьмем с собой тоже а здесь шестерка и 99 что и значит не знаю может 99 год или размер вот этой гусеницы если кто-то знает пишите в комментариях что значит эти цифры приклепка такая здесь шестерка 99 ладно берем в черме тоже пойдет металлокопа можно позаниматься даже здесь вот так вот все здесь заросло рекомендую проверенный интернет-магазин антиквар 32 магазин на рынке более 10 лет и является одним из крупнейших магазинов поисковой техники в россии и снг магазин с огромным выбором поисковой техники начиная от детских заканчивая профессиональными металлоискателями товары известных брендов по выгодно низкой цене карет а к xp фишер и многие другие интернет-магазин предоставляет широкий спектр катушек запчастей аксессуаров для поисковой техники любого производителя кроме того в магазине действует система трейдин у вас есть возможность обменять свой старый металлоискатель на новый а при заказе введите промокод поиск монеты кладов и получить гарантированную скидку или подарок если ты хочешь приобрести качественный проверенный металлоискатель то тебе в магазин антиквар 32 и ни один клад от тебя не скользнет хух нелегко это дело копать таких местах земля твердая местами еще у нас получается копаю где-то примерно судя по схеме расположение торговых рядов где-то левая часть туда дальше она проходит к дереву вот к этому там где-то центральная часть но мы дойдем туда попозже а у нас друзья был сигнал камни идут везде и вот с такой глубины я выкопал сигнал думал сначала к это железя каковано а нифига оказывается окажется это обломок креста обломок креста оказывается такого плана жалко сломанный конечно так бы украсил коллекцию неплохо сейчас я помою посмотрим рельеф какой сохранился находка оказалась вот такого плана это обломок креста очень интересный смотрите был бы если целый конечно но все равно тоже эта история наши предки носили раньше верили во что-то на у каждого свое что-то было но такие вот находочки они нам оставляли теряли ломали выкидывали здесь кстати молитвы сохранились древние смотрите с этой стороны вот она здесь у меня в руках есть вот она монетка 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 у ху ху 3 копейки большая на 3 копейки 1916 год давайте посмотрим по моему посмотрим монета к сожалению покраснела когда я вытащил смотрите вот эти до этого была она чистая как протер водой окислилась и покраснела вот орел покраснел здесь цифры покраснели 3 копейки 1916 год но ничего зачетно сохран вообще бомбовый счищаю несколько уровней здесь и меня получается такой каскад и шурфов от нижней самый ряд здесь еще два штыка и здесь вот выше получается у меня такими ступеньками как как карьер получается такие находки идут всякие разные это металлическая кстати и был еще в один обломок креста жалко тоже сломанные е-мое не все сломаны да ну ничего тоже история здесь вот я первый крестик выкопал такая глубина была и трак кстати хорошо взял ее смотрите какая глубина сапог полностью сантиметров 35 идет на середине и выкопал уход такие находки друзья копаю минут 35 может 40 не больше сигналы друзья у нас были далеко не положительные плане монет накопал таких стеколок всяких разных разноцветных всех тонов всех мастей всех толщин стекло вот такое кстати может современно кстати ну да скорее всего современная пуговка вот такая вот копнулась и вот такой кусок свинца на грузик похож фиг его знает что это такое но на груз похоже может быть от весов от старинных на рынке вешали может быть но маловероятно но такое предположение вот такое стекло смотрите толстое какое не такие кусочки керамики хух монет пока нету он так то здесь накопал всякой всячины хух довольно таки трудозатратно это мероприятие но мне еще надо слоя 2 снять примерно хух так это камни тут вот они идут уже камни начинаются стекло стеколки сигнал какой-то непонятный вообще но сигнал есть давайте его посмотрим 1784 год динго км обозначение канванская медь снял примерно около 3 метров нового слоя здесь во всю ширину взял ну и у нас был сигнал вот здесь хочу вам показать дорогие друзья так какой там сигнал того сигнал хороший стабильный так сейчас и трек подумает что-то в районе 20 20 20 сейчас пока от 139 но это неверно он не успевает обработать сигнал так давайте копнем тут же сейчас и посмотрим вот так сейчас увеличим немножко вот так и теперь копаем так чё там у нас интересно лежит в руку взял смотрите друзья красота какая под вечер у нас монетка какая чё это у нас николай судя по размеру николай 2 а нет нифига это у нас советинка советская сейчас помоем поближе покажу 15 копеек 1979 год отличная монетка тоже уже старинная можно сказать прошлый век ну как она здесь оказалась кто бы мог знать ну она сверху лежала на первом штыке поэтому скорее всего потеряшка такая монета берем у нас на дворе осень солнце потихонечку уже садится но у нас сигнал друзья пуговица я ее еле нашел и сломал ее когда чистил от лама отломился кусочек смотрите вот такой вот жалко конечно мог ее восстановить почистить в электролизе но вот сломал и до этого еще один сигнал был сейчас покажу точно такая же пуговка жалко вот они все такие плачевные но вот это почиститься она будет даже цвета металла это тоже в принципе можно припаять в музей домашний положим отлично ну а мне остается с вами попрощаться все находки которые сегодня сделал я вам показал неплохо мы сегодня пошурфили этот рынок 18 века туда еще обязательно вернемся находок я думаю там еще будет куча если углубляться еще ниже то есть да ну а сейчас мне надо отправляться домой уже на улице темнеет осень и ехать далеко так что друзья подписывайтесь на канал кто не подписан пишите комментарии ставьте лайки всем удачи всем пока